Добрый вечер! Сегодня мы представим вам концерт, музыкальный концерт, приглашение на бал. Немножечко хотим вас познакомить, как это бывало в 19 веке с самими танцами и создать атмосферу того времени. Надеюсь, что у ребят это получится. Пожалуйста. Сияние люстры и сыпь зыркал, слились в один мираж густарь. И феет, феет ветер больный, теплом душистых анахалов. Сияние люстры и сыпь зыркал, слились в один мираж густарь. Сияние люстры и сыпь зыркал, слились в один мираж густарь. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Полонез — танец истинно рыцарский. В нем каждый жест кавалера подчеркивал его преклонение перед прекрасной дамой. Это было своеобразное объяснение в любви. Но объяснение не страстное, а сдержанное, исполненное внутреннего достоинства и так далее. Существует предположение, что полонез стал популярен в Европе благодаря Генриху III. Будучи избранным королем Польши, он привез этот полонез. Поляки берега хранили самобытные традиции этого танца, лишенного быстрых движений. Целью полонеза было привлечение внимания к фигуре кавалера, поэтому он долгое время оставался единственным танцем, пристойным для монархов и сановных особ. Исключительной отточенностью движений должен был отличаться кавалер первой пары, к примеру которого следовали все остальные, поэтому хозяин дома открывал бал не самый молодой или самый красивый, но самый почтенный дамой. Вслед за ними выступали в танец лучшие из представителей собравшегося общества, поступь и осанка которых вызывали восхищение всех приглашенных. Полонез – один из многих танцев, который благополучно прошествовал из одного столетия к другому, в принципе не потеряв компетенцию в достоинство и великолепие. При этом он оставался одним из любимых танцев русских офицеров, которые, как известно, царили не только на правильном поле, но и на балу. Итак, полонез, господа, так вот оно, начало бала, когда сквозь времени порез колонна пар затрепетала, с балкона грянут полонез. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок была еще выше, полнее и величественнее. Ее кавалер не достигал ей головой до плеча. Его худенькая фигура, заметно согвенной спиной, с осеявшими тонкими ножками, казалась еще более жалкой рядом с его чересчур приставительной парой, похожей на столичный монумент. «Боюсь, смешной у них выйдет полонез», сказал с непритвойным сожалению Александр. «Ну вот, уж непременно и смешной, — заслюбилась его прекрасная дама, — это ведь всегда так трогательно видеть, когда старикет кровать баб, гораздо смешнее видеть молодых людей, плохо танцующих». Высокий адъютант закинул назад голову, поднял руки вверх и музыкантам, и нараспех прокричал «Прошу, полонез!» И в самом деле, стоило полюбоваться этой парой, выждав четыре первых такта, они начали полонез с тонкой речечностью, большим достоинством и с милой старинной грацией. Совсем ничего не было в них ни смешного, ни причудливого. Директриста несла свое большое полное тело с необыкновенной легкостью, с пленительно изящной красотой, точно коронованной особой, ласковая хозяйка пышного вора, окруженная юными, прелестными прейдинами. Все ее движения были уверенные и женственные. Наклоняла ли она голову своему кавалеру или делала направо-налево светлого лба и стихий приветливый поклон. Играв о суфе, вовсе уже не был стар и хил. Бодрая героическая музыка выправила его спину и сделала гибкими и послушными его ноги. Да, теперь он был лихой гусар прежних золотых легендарных времен. Гусар, дуэлист и кутила, дважды разжалованные солдаты за дело чести. Коренной гусар, приятель Гурцева или Дениса Давыдова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Родиной Мазурки, как и Полонезе, является Польша. Подобно старинным танцам Ренессанса, они были неразлучны, как вступительные и заключительные танцы. В результате длительной эволюции Мазурка приобрела тот аристократический оттенок, который придал ей особую популярность на баллах 19 века. Какое богатство движений у этого танца? Кавалер, получивший согласие дамы-танцеваст, награждился этим как завоеванием, а соперник своим предоставлял возможность любоваться Леню, прежде чем привлечь ее к себе в кратком вихревом объятии. Иногда выступают одновременно две пары. Немного спустя кавалеры меняют даму. Подлетает третий танцор, и, хлопая в ладоши, одну из них похищает ее партнера, как бы безумно увлеченной ее неотразимой красотой и обонянием ее несравненной грацией. По окончании танца кавалер вставал на одной колене перед дамой, целовал подоложье в платье благодаря за честь и доставленное удовольствие. Мазурка появилась в Петербурге, перекочевав к нам из Парижа. Она сразу пошла в большую моду, и император Николай Павлович особенно любил этот танец. Вошел! Полна народу залу! Музыка уши играть устала, толпа мазурка зеленая. Блинчатка, валергатор, шпуры, летают ножки милых дам, по их пленительным следам летают планы на резорке. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазуркий гром, паркет трещал под каблуком, тряслися, прибежали рамы. Теперь не то, и мы, как дамы, скользим по лаковым доскам, но в городах, по деревням, еще мазурка сохранила первоначальные красы. Припрыжки, каблуги, усы, все те же. Их не изменила лихая модель, наш тиран. Мазурка, господа! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 По мнению специалистов, лучшим, но вместе с тем самым трудным исполнением танца считался Минуэль, сочиненный Карделем, как для торжественного обручения Людовика XVI с Мариантой Анатолью. Королева любила танцы необычайно, и именно Минуэль становится любимым танцем XVIII века. Этот танец способен перенести нас в другую эпоху, дать почувствовать, как сложно было двигаться женщинам в тесных корсетах и пышных юбках, а мужчинам в скользких туфлях и тяжелых бархатных комзолах. Иногда Минуэль называют приглашением к танцу, изящной танцевальной беседой. Позднее скованность его движения начинает порождать иронию суверений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девятнадцатый век — век романтизма. И в соответствии с идеалами эпохи появляется воздух. Танец должен иметь душу, выражать неподеленную страсть, подражать естественности природы. Наступала эпоха вальса. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, дружится в вальсе вихрь шумный. Чета мелькает за четой. Одно из первых упоминаний вальса в художественной литературе дал Гёте в романе «Страдание юного Вертера». Танец начался. И мы некоторое время с увлечением делали разнообразные фигуры. Как изящно, как легко скользила она. Когда же все пары загружились в вальсе, поднялась с утра. Потому что мало кто умеет вальсировать. Мы благоразумно подождались, чтобы наплясались остальные. И когда самые неуглюжие очистили место, вступили мы еще с одной парой. И не посрамили себя. Никогда еще не двигался я так свободно. Я не чувствовал собственного тела. Подумай, Вильгелья. Держать в своих объятиях Прелестнейшую девушку. Точно лихо относиться с ней. Ничего не делать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты Танец стал выражением тенденции буржуазной культуры. Допустив его в свою среду, тем самым дворянство принимало и новые правила, и новый стиль общения. Средь шумного балла, случайных, тревоги мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твоих покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдалённый зверели, Как море, играющий вал. Мне станковый понравился жгонкий, и весь твой задумчивый вид, Отсмертный и грустный и звонкий, с тех пор в моём сердце звучит. В часы одинокие ночи, люблю я усталый прилечь, Я вижу печальные очи, Я слышу весёлые речи, И грустно я так засыпаю, И в грёзах неведомых сплю. Тебя я, тебя не люблю, Я не знаю, Но кажется мне, Что любит. Спасибо. 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 Популярность польки была необычайной. Откладывались свадьбы, чтобы научиться новому танцу. Врачи принимали пациентов, пораженных полечной болезнью, опухшие ступени и расстянутые связки. Появились и новые виды польки. Так, изнеможденные танцоры напоминали во время танца полтеров. Эта полька получила название «Польки-полотерки». Увлечение ее оживленным, безудержно прямолинейным ритмом даже заслонила страсть к вальсам. В 1845 году в Париже была поговорка «Скажи мне, как ты вальсируешь, и я скажу, как ты умеешь любить». Полька очень хорошо передавала лихорадочный дух буржуазного Парижа середины столетия. А на великосветских балах Петербурга из так называемых легких танцев признавался в основном пальс, чередовавшийся с кадрильями. Москва более благословно отнеслась к новому танцу. О, цветы красоты! Вы с какой высоты? У вас неясная страстная чара. Пышный зал заглистал, и ликуют мечты, и воздушные окружатся в тварь. Не живи, как цветок. Он живет краткий срок, от утра и до вечера только. Так прожить много льжить. Жизнь его лишь на ногу. О, красивая, нежная холика! Лишь на ногу говоришь? Ну и сам ты горишь. Закружил ты свой бешеный танец. Ты минуту живешь, и ты ложь мне отверстишь. На минуту влюбленный испанец. Я живу, как цветок. Я дневной мотылек. Я красивая, нежная полька. Я хоть час, но живу, и глубок мой намек. Ты мгновенье кружишься только. Что мгновенье и час для тебя и для нас. Раз цветок, для чего ж ты считаешь? Ты цвети и гори. Если ж вечер погас, говори, что как тучка растаешь. О, живи, как цветок. Мне отдай свой намек. Мы продлим наш ликующий танец. Не ропщи, трепещи, золотой петелек. Я безумно приятный испанец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КАДРИ АПЛОДИСМЕНТЫ Кадриль возникал во Франции как бальный танец, образовавшийся от английского контр-данца. В отличие от последнего, где танцующие располагаются напротив друг друга, в кадрилле пары образовывали четырехугольный каре. В средние века кадриль – это небольшой отряд всадников, участвующих в турнире. Обыкновенно рыцарь делились на четыре группы, размещавшиеся в ресторан отведенного к любопытинка места. Каждая кадриль отличалась эмблемой или цветом костюма и имела своего видя. В течение долгих десятилетий контрданц под именем кадриль оставался любимым танцем на русских балладах. Вероятно, военное происхождение кадриль объясняет ее популярность среди русских офицеров начала XIX века. Несмотря на трудность освоения фигур, движения должны были быть идеально отработаны и доведены до совершенства столонными танцорами. Со временем кадриль сильно изменилась, названия их группы были заменены в цифры, и одни движения исчезли, другие были упрощены. Пока не в посетителей салонов и танцевальных залов, кадриль стал распространяться в народе. В Большой Зале было светло, танцы начинались за спортом. Мне десятилетней девочке нравилось, когда меня приглашали на кадриль пожилые люди. Помню, что самодовольно и важно выступал я в кадриль с Гайбничем, пожилым господином в мультире, увешанном ординатом. Вспоминал еще и в кино. Завершался балкательоном. Это скорее не танец, а игра. Его основу чаще всего составляли вальсы и мазурки. А игры могли быть самыми разнообразными. Шаратами с литературными героями, когда пары подбирались по карточкам. Или разыгрывали забавные игры с удочкой. Ставилась ширма, кавалер забрасывал удочку, не зная, какая там дама. Оттуда она потом и выходила. Зачастую так и танцевали с удочкой. Кавалер держал ее в руке, а после танца дамы снимал с нее рыбку. Весь трат смеялся. Кавалер держал ее в руке, а после танца дамы снимал с ней рыбку. Кавалер держал ее в руку. Кавалер держал ее в руке. 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 Спасибо большое, мне кажется, что наши ребята постарались показать, какие бы вы танцы постарались, и это выглядит очень приятно. Спасибо вам огромное. Спасибо за сцену, как всегда, мы все вместе сфотографируемся. Пожалуйста. Да-да-да. Привет, я участвую. Какой как козел. Спасибо. Прощайте, прощайте все. Спасибо. Поставайте, да, я же там фантуру не могу. Пожалуйста, по-другому. Так, девчонок, поедем, давайте сюда первую линию. Да, вот, что-то поместим. Смотри, первый. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.